Я думаю, это вопрос приоритета, прежде всего. То есть, если у человека есть цель, он ее достигнет. Если он считает важным чтение, он будет читать. Но я, например, нахожу время часто в поездках. Для меня это одно из благословенных времени, когда куда-то уезжаешь или даже уезжаешь на день, на час. Поехал в поликлинику, сидишь в очереди, можно почитать книгу. Конечно, лучше для этого какие-то более продолжительные промежутки времени. Но я бы отметил, что важнее не то, сколько мы прочитаем. У нас нет такой цели прочитать все. Сейчас слишком много богословской литературы, хорошей литературы. Вот поэтому лучше прочитать меньше книг, но хорошо прочитать. Читать медленно, внимательно. Я, например, читаю всегда с карандашом. Я отмечаю какие-то особые моменты, которые меня впечатлили. Я записываю на листочки свои мысли. Затем, когда я прочитал книгу, я возвращаюсь к ней. Я опять перечитываю какие-то места. Что-то я копирую, что-то я могу сканировать, что-то я могу оставить или внести в свой список планы, чтобы прочитать или просмотреть позже. Вот поэтому это очень важный момент. Читать немного, но медленно, внимательно и так серьезно. Ну и учитывая то, что у нас времени мало, все-таки хорошо советоваться перед тем, как читать. С опытными читателями. Стоит ли это читать? Стоит ли то читать? Нужно ли тратить на это время? Я думаю, студенты могут найти много времени, если откажутся от того, что не назидает. То есть есть много видов деятельности, на что мы тратим времени, нам это не нужно. Скажем, просмотр новостей по интернету, просмотр телевизора, чтение вот таких легковерстных газет и журналов. Мы слишком много тратим на это времени. Если мы откажемся от такой ненужной деятельности, мы сэкономим очень много времени для хорошей литературы. Ну и что бы хотелось еще посоветовать, чтобы мы не забыли, потому что сейчас так много книг на любую тему, по бакслову, интересные книги, полезные, чтобы мы не забывали читать Библию. Вот при всем том, что так много книг, чтобы у нас был приоритет. В первую очередь мы читаем Библию систематически, постоянно, молитвенно. Вот я бы хотел даже оставить совет, чтобы можно было о нас сказать, как когда-то Спержин сказал о Буньяне. Прочтите любое его произведение, и вам покажется, что вы прочитали саму Библию. Он не может не говорить так, что сама сущность Библии исходит из него. И он продолжает укалить его где хотите, и вы обнаружите, что его кровь библейская. Сама сущность Библии течет из него. Вот хотелось бы, чтобы мы прежде всего насыщали себя Библией, чтобы вот наш кровопоток, вся наша сущность пропиталась Словом Божьим. Особым процессом я любил читать с детства, поэтому, наверное, у меня не было проблем находить время для чтения, потому что то, что любишь, или то, что нужно, для этого всегда найдешь время. Но, тем не менее, в чтении, в изучении очень важна дисциплина, и студент должен понимать, что те учебники, эти предметы, эти книги, которые ему даны для чтения, они имеют определенный смысл. И когда преподаватель задает, он желает, чтобы студент что-то получил из прочитного материала, я бы сказал так, что чтение — это не просто лишь повторение каждого слова, записанного учебника, это извлечение материала, записанного в этой книге. Поэтому, если студенту задана книга, в которой, допустим, 300 страниц, и у него по заданию дана неделя, есть один метод учения, но если есть в Библии лишь только для этого чтения один день, то чтение абсолютно меняется, я так это делаю. Если я знаю, что у меня день, то я не могу читать каждое слово, я должен учиться читать так, чтобы взять лишь только необходимую, важную информацию, которая нужна мне по этому курсу. Поэтому нужно дисциплинировать себя, нужно ставить цели, нужно распределять свое время правильно, и все это в совокупности даст положительный результат. Иногда требуется усилие для того, чтобы находить необходимое время, время для чтения. Для себя я нашел полезным составлять список книг, которые мне нужно прочитать. И когда я читаю книги, у меня есть отдельный файл, куда я записываю мысли, которые я почерпнул из этих книг. Через некоторое время я просто перечитываю этот файл. Это помогает мне запоминать информацию, которую я прочитал. И таким образом эта информация лучше усваивается, и потом вновь воспроизводится. Ну, благодаря, скажем так, многочасовым перелетам, вот, у меня есть возможность заниматься чтением. То есть, чтением того, что повышает какой-то мой профессиональный уровень, чтением того, что мне интересно, что меня лично развивает, потому что если мы хотим быть актуальными, уместными, то нам надо быть, ну, скажем, хотя бы проинформированы о тех каких-то тенденциях, которые развиваются или есть в той области, в той сфере, в которой мы специализируемся. Поэтому у меня лично с этим проблема, но, как я уже сказал, благодаря многим, многочасовым путешествиям куда-то, то приходится читать в самолетах, в аэропортах и так далее. В офисе это исключено, разве что во время каких-то утренних часов, когда еще никого нет в офисе, и ты можешь в такой мирной, тихой, спокойной обстановке погрузиться в чтение. А так, когда начинается рабочее время, когда ты возвращаешься домой, то это практически исключено. Что бы я посоветовал молодым студентам? Ну, во-первых, я бы посоветовал, когда-то, мне кажется, Толстой сказал, что человеку нужно прочитать не более десяти книг, но чтобы он дошел к этим десяти книгам, надо перечитать тысячи книг. Я бы советовал молодым студентам, во-первых, не лениться и прочитать книги на тему, как читать правильно книги, как думать, как думать критически, как читать, анализируя текст и так далее. Это, конечно, иногда студенту кажется тратой времени, потому что это более такие технические книги, но пусть они поверят, что если они прочитают такие книги, то это им поможет читать быстрее те книги, которые им задают. И еще один такой совет лично от себя. Есть книги, которые стоит прочитать несколько раз. И чтобы вы проверили ваше восприятие этой книги, то то, что я лично делаю, я, например, когда читаю какое-то классическое произведение, то возле утверждений, с которыми я не совсем согласен, я ставлю знак, вопросительный знак. С теми, которыми я утверждением согласен, я ставлю восклицательный знак. И очень хорошо спустя какое-то время, там, три-четыре года возвращаться и наблюдать, какой знак ты будешь стирать, а какой будешь менять. То есть это где-то индикатор твоего личного роста или развития, или осмысления той темы, о которой книга лично говорит. Это очень такой, как лично для меня, то очень показательный процесс, когда ты видишь, что, например, утверждение истинности, которых ты сомневался, ты уже ставишь три восклицательных знака. То есть ты сейчас согласен с этим утверждением. Утверждение, которое тебе тогда казалось правдивым и истинным, ты почему-то уже ставишь знак вопроса. То есть ты что-то прочитал, ты сам пришел к чему-то, ты что-то осмыслил, по-другому смотришь. То есть это всегда очень хороший показатель того, какие знаки напротив какого утверждения вы ставите. Ну, сейчас это сложно, конечно, в принципе, находить время для для чтения, потому что есть очень много, так называемых, пожирателей времени, да, социальные сети, там, интернет, то есть в частности. Поэтому обычно те вещи, которые нужны мне для для понимания моей вот области, да, специализации, то есть я стараюсь читать в течение дня, то есть когда мой интеллектуальный, что ли, когнитивный, да, потенциал вот может быть использован максимально. То есть я стараюсь планировать, и тут я следую правилу одного из своих друзей, знакомых, который сказал, нужно читать много, но не многое, то есть нужно читать очень важные вещи. Что касается развития такого общего, то я обычно читаю вечером литературу, ну, то есть я имею в виду художественную литературу. Какие-то вещи, которые мне интересны, я обычно читаю незадолго до сна, то есть когда я отдыхаю, и не нужно особо напрягаться. Вот так вот. Три таких принципа, которыми я пользуюсь. Во-первых, свободное время, если оно есть, максимально использовать для чтения в транспорте, везде, то есть где только есть возможность. Сейчас, слава Богу, есть разные инструменты, телефоны, читалки, даже фонарики на книгу можно цеплять, чтобы читать вечером в поезде, в самолете, везде. Но это самодисциплина. Если я, например, задаюсь целью каждый день читать 20-25 страниц, и тогда в течение недели, месяца это уже прогресс, потому что там 10 дней, это уже средняя книга, 250 страниц, которые прочитаны, освоены. Второй для меня важный принцип — это знать, что ты хочешь прочитать, то есть чем ты интересуешься. И тогда ты не просто читаешь книгу от корки до корки, а ты читаешь её через те вопросы, которые у тебя есть, и концентрируешься только на самом главном, и тогда это быстро усваиваешь. Ну и третье, для меня третье правило, третий момент — я лично читаю не просто книги, я читаю автора. То есть, если я чувствую, например, с Клавием Льюисом, что у меня есть синхронизация во многом в богословии, в ценностях, я читаю всё, что он написал, потому что я читаю его как личность, его как мировоззрение, его как ценности. И это тоже помогает, потому что ты лучше понимаешь автора, и потом лучше понимаешь те произведения, какие он акценты расставлял. И то, что кажется, на первый взгляд, мы понимали по одному, понимая лучше автора, оказывается, что там были другие акценты. Или, может быть, не то, что мы предполагали, когда начинали его читать. То есть, вот таких три небольших правила. Я прилагаю усилия к этому. По поводу правильного прочтения, ну, наверное, бы отметил несколько моментов. Читать внимательно, если книга собственная, подчеркивать самые важные вещи. У меня всегда в книгах очень много различных листков бумаги, где я записываю различные мысли, которые приходят по поводу чтения. И еще бы я добавил, что очень важно обсуждать с кем-то. Когда ты читаешь книгу, очень важно с кем-то об этом поговорить, рассказать. Потому что в этом диалоге оттачивается мысль, насколько ты правильно понял мысли автора или нет. И я бы еще вот такое высказывание сюда привел, что в жизни важно не количество прочитанных книг, а количество понятых. Поэтому очень важно обсуждать, размышлять, писать. А тем более, когда человек делает исследования, то это очень серьезный процесс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова